Охрана объектов личного имущества граждан и организаций – вот главное направление деятельности ведомства. И для этого сотрудники Ленинского города Бреста, отдела охраны, не жалеют сил и средств. Круглосуточно дежурят сотрудники отдела в самом сердце департамента, на пульте централизованного наблюдения. Именно сюда поступают сигналы, тревоги и вызовы. От четкости и компетенции специалистов зависит, насколько оперативно наряд приводит на место преступления. Сегодняшний день охранной структуры – это современное оборудование и технические средства, плюс высокая подготовка сотрудников. За прошедшие годы кардинально улучшилась материально-техническая база подразделения, что позволяет обеспечивать качественную охрану имущества на объектах всех форм собственности, а также круглосуточное оперативное реагирование на права нарушения и преступления, совершаемые в административном районе. Ленинский отдел охраны – это более 200 человек личного состава. Под охрану взято 836 различных объектов собственности, 2500 жилых домов и квартир граждан. На семи круглосуточных маршрутах работают настоящие профессионалы своего дела. Сотрудники готовы в любое время оперативно отреагировать на сигнал тревоги. Группа задержания в считанные минуты прибудет на место вызова. Работа Ленинского отдела охраны постоянно получает высокую оценку как со стороны областного руководства, так и коллег-ветеранов. Наши ребята, белорусы, они всегда были ответственны, всегда были. И я хочу сказать, что в принципе люди не меняются. Они есть, они достойны выполнения тех задач, которые ставятся перед ними. Это как бы обязывает их и настраивает на боевую службу, что это очень сложно. Это ответственно прежде всего, потому что за спиной каждого сотрудника жизни, здоровье наших граждан. Помимо служебной деятельности находят в отделе охраны время для проведения благотворительных акций. Уделяют внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками, ветеранами. Преемственность поколений – залог стабильности в коллективе. Это патриотическое воспитание молодежи, это чувство удовлетворения от оказываемой помощи подшефному детскому саду. На постоянной основе мы приглашаем сюда и военнослужащих, и учащихся средних школ. День открытых дверей проводим, рассказываем историю создания отдела, чем занимается отдел, какие есть профессиональные нюансы в нашем подразделении. Ну и не буду, как говорится, кривить душой, где-то, может быть, кто-то с молодого поколения заинтересуется и в перспективе пожелает служить в нашем подразделении. Постоянно проводится работа с нашими сотрудниками, молодыми, которые прошли обучение в учебном центре Департамента охраны, которые прибывают к нам в отдел, которые заменяют наших ветеранов и достойно заменяют. Но для этого мы, конечно, их чествуем. Наша ветеранская организация постоянно участвует в вручении погон первичных, так сказать, специальных званий, вручении боевого оружия. Это проходит в торжественной обстановке. Совсем скоро Ленинский отдел примет участие в торжествах по случаю 65-летнего юбилея со дня создания Департамента охраны Республики Беларусь. К значимой дате личный состав подходит в полной боевой готовности. Все поставленные задачи выполнены на отлично. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.